Весна стремительно ворвалась в город и покрыла свежей зеленью парки и скверы. Между тем, из года в год жители не перестают ожидать перемен во внешнем облике города. Не только в виде многоэтажных новостроек на местах сгоревших деревянных памятников архитектуры, но и в виде чистых ухоженных газонов, красиво выстриженных кустарников и пышных цветников и клумб, хотя бы в центре города. Готовясь к майским праздникам, городские власти позаботились о вечерней иллюминации центральных улиц, а также высадили в клумбы цветы. В этом году мы, например, новый вид петуния сделали, то есть махровый будет присутствовать. То есть выбирает у нас дизайнер, занимается подборкой клумб, какие будут. И дается указание, как будет дальше. У нас 27 видов наименований цветов. Это тагетис прямостоячий, отклоненный, бархотки. Между тем, облик нашего города оставляет желать лучшего. Много вопросов вызывает, например, обрезка деревьев, после которой они приобретают совсем неэстетичный вид. Все чаще сегодня вспоминают Надежду Чумакову, городоначальницу, чей памятник стоит возле библиотеки имени Есенина. Вы знаете, Рязань – женский город, и очень важно женское присутствие во всем. Особенно в руководстве города, потому что женщина может то, что мужчина не может, не видит или не хочет сделать. У женщины хозяйский взгляд. Она как дома у себя жила, всю жизнь прожила, действительно считая Рязань своим домом. И этого очень не хватает многим руководителям, вообще в России. Первый памятник мэру города появился в Рязани. Не получая желаемого результата от городских властей, жители сами инициируют перемены и стремятся благоустроить место, в котором живут. Сквер на улице Советской Армии – место, любимое жителями Большого спального района – Дашково-Песочни. Недавно у инициативной группы родилась идея сделать из этого сквера парк, где занятие по душе найдет каждый. Район Дашки – все-таки это такой крупный район, где очень много деток, много семей молодых. И, в общем-то, нет площадок, где можно провести время с пользой, с удовольствием. И вот, в общем-то, решили облагородить эту площадку. Уже запустили в пруд уточку, к которой стали слетаться другие дикие сородичи. В планах установить здесь вольеры с другими животными. Уже высажены каштаны и рябины. В течение весны планируется разбить цветники. Поучаствовать в преображении сквера, кстати, может каждый желающий. Авторы проекта по преображению объявили конкурс на создание арт-объекта. Лучшие творения будут установлены в парке. Создавать их можно из любых материалов. Главное – успеть подать заявку до конца мая. И, возможно, в скором времени именно вашим творением будут любоваться прохожие. Интересно. Красно. Интересно. Здравствуйте.